В США дали прогноз по новым санкциям против России. Директор национальной разведки США Даниэл Каутс считает, что действующих санкций против России недостаточно. Дополнительные ограничения на стадии рассмотрения. Уже на следующей неделе Минфин США может расширить санкции против России. Об этом сказал директор национальной разведки США Даниэл Каутс, сообщает Интерфакс. Я считаю, что того, что было сделано до сих пор, действующих санкций против России, ред недостаточно. Возможные дополнительные санкции находятся на стадии рассмотрения. И министр финансов сообщал, что, если я правильно помню, объявит о части новых санкций, самые ранние, на следующей неделе, сказал он, отвечая на вопрос на слушания их в Сенатском комитете по делам вооруженных сил. Глава Минфина Мнучин заявил, что скоро он объявит о санкциях против этих людей. Заявил он и добавил, что пока не видел готовящийся санкционный список и поэтому, возможно, ограничительные меры коснутся и других россиян. Каутс также отметил, что администрация США осведомлена об угрозах со стороны России для промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в 2018 году. Есть безусловная обеспокоенность этими постоянными усилиями России вмешаться в наши выборы. Белый дом США об этом осведомлен, как и мы. Ведомством поручили с этим работать, добавил Каутс. По его словам, киберугрозы вызывают серьезнейшее беспокойство в Белом доме, уточнив, что имеет в виду киберугрозы в целом, а не только со стороны России. «Мы считаем, что Россия, вероятно, продолжит осуществлять еще более агрессивные кибератоки, чтобы ударить по нашим демократическим ценностям и ослабить наши альянсы», — резюмировал Каутс. Ранее президент США Дональд Трамп распорядился продлить на год действующие санкции против России из-за ситуации в Украине, которая продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США. Напомним, в администрации президента Дональда Трампа заявили, что новые санкции будут наказанием за вмешательство России в выборы и кибератоки. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ичтите ТПС ТМИ Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюс Граком.